значит всем здравствуйте у нас сегодня продолжение того что было в прошлый раз ведем разговоры дистрибутивах и моя относительно бессвязная речь прошлого закончилась у нас только 2 лет 3 вот 3 правильно значит предыдущая реакция была в основном о лицензировании да и о вопросах на этот счет вот там осталось несколько два вопроса таких вот реально ними не просмотренных но к сожалению закрыта кто-то ломится верхнюю дверь входите снизу ничего не подпишешь вот значит там осталось два вопроса один из них я забыл но может его кто-нибудь повторит с места владимир вы здесь не вижу владимира нет владимира вот он не писал даже письмо в котором сформулировал эти два вопроса значит я постараюсь не добраться значит давайте немножко повторим важные для сегодняшнего нашего разговора важные пункты для успешной игры на лицензионном поле нам необходимо сформулировать свойства свободного программного обеспечения которое бы позволяло нам легко вести совместную разработку и организовывать бизнес на основе открытой совместной разработки когда любой участник может любой человек который хочет и может заниматься нам помогать нам создавать нашу операционную систему речь идет естественно о создании дистрибутивов для операционных систем хочет и может и может помогать нам делать операционную систему может принять в этом участие это в свою очередь означает что не только разработка должна быть открытым но и не только разработка должна быть открытым но информационное пространство тоже должно быть максимально открытым чтобы каждый кто хочет вот владимир он озвучит те вопросы которые значит информационное пространство должно быть открытым и вообще мы должны как бы рассчитывать на сообщества когда производим продукт они только там на усилия каких-то конкретно нанятых подо что-то людей вот ибо сообщество можно при удачном удачном общем деле собрать большое да а людей можно ведь ровно столько сколько у нас есть день а лицензионная основа для для осуществления в лицензионном поле это свободное программное обеспечение определение которое дал ричард столман свое время и она по по сей день существует вот в такой именно форме только чуть-чуть обкатывается обтачиваться применимо к ситуации вот просто напомню да это так называемые четыре свободы столмана право запуск программы давайте я слово право уберу потому что это все вы имеете право право безо право безо всяких ограничений за исключением быть может там законодательность старой вот той уголовщины который вы можете попасть запуск программы программы второе без ограничений изучение программы изучение программы третье внесение изменений по столбану улучшение программы я не так изучение и улучшение и улучшение третье распространение программы обратите внимание без ограничений то есть вы имеете право свободную программу распространять как хотите и четвертое что важно распространение улучшенных версий значит улучшение оставим на совесть на совесть столмана вот это такая значит хорошая мина при ну неплохой а так скажем разнообразной игре вот но вот эти четыре свободы точнее четыре права которые получают пользователь свободной программы четко описываются в лицензии и тем самым гарантируют этому самому пользователю что он внезапно не окажется без нее вообще да потому что сейчас модно даже знаете вот вы покупаете даже не программу а подписку на нее вы имеете право запускать программу в течение года через год надо еще платить деньги а то она не запустится ну как-то так так вот нет да когда вы вступаете во владение экземпляром свободной программы вам гарантируется для ограниченное право запускать и неограниченное право изучать и улучшать что требует доступа к исходным текстом говоря уже языком программиста да вы должны видеть на чем она написана чтобы помочь изучить вы должны видеть как из исходного текста и уметь из исходного текста получать результат бинарник чтобы уметь ее улучшать и использовать эту лучшую версию вот право распространения дает нам возможность привлекать к сообществу пользователей как можно больше людей а право распространения измененных версий вы можете улучшить программу и распространять то что у вас получится дает возможность нам организации бизнес наконец последний пункт 5 это так называемый капиллефт введен он как раз для игры в современном лицензионно огороженном мире и связан он вот с чем вот эти четыре правила рассчитаны на такую ситуацию в мире когда те люди которые распространяют улучшения играют с вами в одну и ту же игру то есть вы пишете программу они пишут программу вы ее лучше они и улучшили вообще говоря вы делать одно и то же дело вместе разумеется в современном мире это не так мы имеем довольно много успешных приемов успешных ситуаций когда берется свободная программа улучшается получается не свободный программный продукт и он распространяется безо всяких безо всяких фейкбеков обратном сообществе вот значит поскольку поскольку это в общем очень мешает вести бизнес и несколько обескураживает самих участников свободных проектов в капиллефтной лицензии добавляется пятый пункт он же капиллефт который говорит об не ухудшении не ухудшения производных лицензий лицензии при 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 распространении лицензии при распространении вот не ухудшение означает что то лицензий которые распространяете должна включать себя первые пять пунктов вот этой лицензии все остальное как хотите чтобы значит вот это дает нам правовую основу для забегая далеко вперед создание дистрибутива то есть набора программных продуктов коих а много реально много и поэтому ни один человек не два и не десять их написать не могут их пишут тысячи может быть миллиона ибо эти программные продукты вместе составляют операционную систему наша цель операционная система которая вообще говоря должна функционировать тестироваться из чего-то собираться короче говоря они должны быть согласованы помните пункт согласования до тех пор пока мы формально не имеем права это делать у нас дистрибутив не получится вот если эти программные продукты лицензированы под открытой лицензии какой-нибудь по свободной лицензии то разумеется мы можем делать такие штуки как составлять сборники причем делать это не один раз а всегда причем вносить изменения в эти программы так чтобы они работали вместе хорошо потому что нам гарантирован вот это и распространять вот это и распространять получившийся результат тоже требует естественно доступ к сотрудникам распространять получившийся результат как дистрибутив ровно потому что мы взяли все эти программы немножко их потерли чтобы они работали вместе получили дистрибутив его распространяем мало того мы выложили в свободном доступе потому что он как бы свободно распространяемый и любой человек может прийти попробовать и там что-то такое сделать тем самым мы себя втягиваем сообщество людей а вот это вот это всего лишь огораживание от ситуации когда наш дистрибутив внезапно будучи доработан какой-то бизнес фичей окажется на рынке мимо нас и мы не сможем ничего с этим пойдет капиллефт вот это было одно маленькое краткое содержание того что был в прошлый раз еще одно маленькое краткое содержание состоит в том чтобы посмотреть как это управляется сообществом смотрите здесь опять таки я расскажу как если бы это было я вообще буду много рассказывать и про тот же unix например тоже ну linux подобный linux как если бы таков был гениальный план создателя на самом деле конечно нет все это складывать шлифовалась и утрясалась в случае unix там десятилетиями а в случае малых групп возможно даже и столетий так вот для организации свободного сообщества вполне себе применимы технологии работы с малыми группами которые как я уже говорил в прошлый раз в 70-е годы например активно разрабатывались разными деятелями там из области авторской песни ну точнее самодеятельной песни да потому что речь идет о коллективах из области ролевиков реконструкторов вот всех тех людей которые работают с небольшими группами людей небольшими не в смысле что мало народу а смысл что эти группы основаны примерно по следующему принципу у них есть костяк в в случае свободного сообщества вокруг программы это называется ядро куртим вот у них есть то что называется актив в нашем случае это называется разработчики вот костяк это те люди которые всегда занимаются этим делом возможно профессионально возможно делаются этого деньги возможно это их просто дело жизни и так далее вот то есть они находятся в точке принятия стратегических решений а значит разработчики они же актив это люди которые принимают участие в этом общем деле вот в разной степени в разной степени активности главное чтобы они это делали грамотно то есть чтобы они улучшали они ухудшали продукт и наконец есть пользователи в терминах теории малых групп это аура пользователи которые к этому общему делу относятся участвуют скажем в мероприятиях если речь идет о там реконструкторах например да или в данном случае пользуются нашими программами но не просто пользуются не только не просто тычет кнопочку firefox а еще и если с этим firefox что-то происходит организует обратную связь со всем а со всем остальным сообществом и разумеется друг с другом вот в случае программных продуктов и вообще работа с программами вот эти связи имеют очень большое очень большой очень большое значение потому что они помимо чисто социальных функций до функции социализации общение себя подобными выполняют еще информационно проводящую функцию то есть свободное сообщество вокруг свободно программ обеспечения успешны еще и потому что естественная привычка людей тусоваться приводит к тому что создается хорошо структурированное информационное или плохо но структурированное информационное пространство внутри которого достаточно неплохо решать решается проблема проводимости информации у кнопочка у кнопочки у книг кнопочки у пользователя вася не нажалась кнопочка он не сидит вот смотрит другую сторону и страдает это неправильно пользователь вася он сидит вот тут вот и злорадствует и говорит у вас ошибка и говорят идиот кто же так ошибки то репорт напиши какая версия программы была какую кнопочку ты нажимал и это самое что получилось да вот она там упала диагностику и показала вадик а да в самом деле извини мужик сейчас вот значит кнопочка была такая то программу пол они суть она не упала это я и сам случайно убил извини мужик все заняли вот то есть понимаете наш пользователь вася он во-первых тусуется а во-вторых обеспечивает проходимость информации причем в нормальных свободных сообществах значит я сейчас очень-очень сильно утрирую но для принцип порядковый условно говоря 10 10 10 вот бывает по-разному но вот довольно эффективный способ когда этих вот этих людей там условно 7 там плюс-минус 2 а дальше вот это умножение на 10 но опять таки это никого не магическое число бывает по-разному давно имеется речь идет именно том что принцип порядка активных участников примерно в 10 раз больше чем ядра а аура она таскать если она не будет если она еще меньше да то у вас не будет вот этого вот пространство случайных пользователей вас нормального который будет вам обеспечивать информационное наполнение вот поэтому он где-то так на каком вообще основании вот такая группировку людей функционирует первое и главное свя информационная связность спасибо интернетом в случае допустим каких-нибудь этих самых малых групп не знаю там ксп шных там вот эти связи в первую очередь играют роль социализирующую они инфопроводимости и поэтому они обеспечат информационную связанность постоянно вместе тусуюсь они собираются раз в там в неделю в каких-то клубах своих выезжают там два раза в год минимум а на самом деле гораздо чаще на разные такие лесные слеты вот причем на свои на другие и там все те же люди понимаете да вот это все варится вот они обеспечивают себе тусовку они обеспечивают информационные культурную проводимость потому что нагрузка на немалые группы она еще и культурные разумеется вот в частности на линуксовую тоже вот и возможно ли он со вне в не меньшей степени да вы посмотрите на любого снова линуксоида как он как 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 его корежит когда он видит когда какие-то люди нажимают что какие-то кнопочки в каких-то в каком-то будет почему это не командная строка почему это ты что делаешь вообще честь вот так такой ум зачем ты на кнопку нажимать вот то есть какая-то культурная проводимость тоже есть довольно активная вот ну короче говоря вот а но в частности это я привел отрицательный пример могу привести и положительный пример да вот этого пользователя васю когда он будет репортить баги очень быстро научат как это правильно делать как правильно заботиться о том человеке который твою проблему решит вот это очень важная социально-культурная функция как вы понимаете отнюдь не только связаны с ситуацией у вас у кнопочки вас не нажалась кнопочка у пользователя вас не нажал понятно да вот первое это инфляционная связность еще принцип сейчас я найду где-то у меня тут должно быть все это это не в этой не в этой подсказке черт хорошо попробую вспомнить сам произвольность мотивации произвольность мотивации наша цель это создание качества программного продукта одна из задач которую мы в этой цели преследуем создание сообщества из всех по возможности людей которые хотят и могут заниматься вместе с нами этой задачей поскольку мы хотим привлечь как можно более всех людей то мы а должны обеспечить проходимость информации и в плюс там будет еще технологические средства до для этой проходимости потому что информация для нас важно мы все-таки не ксп для нас важно чтобы информация ходил так как на но еще более важно чтобы человек который решил нам помочь смог нам помочь неважно почему он это решил когда вы участвуете свободном сообществе особенно если это свободное сообщество вокруг программного продукта где социальные связи очень специфические они на уровне вот обмена информации про ту программу который идет речь вообще говоря нам не важно с какой целью какие мотивы привели человек в сообщество может он хочет стать чемпионом мира по программированию и на нас тренируется до пограде может он хочет повысить свои скиллы и уважать себя как крутого специалиста шикар может он хочет заработать побольше денег дорабатывает от linux там где-то там отлично может быть я не знаю он хочет настроить ноутбук любимой девочки прекрасно рад за обоих вот нет как минимум за него вот ну потому что он долго будет его настраивать у них все будет хорошо правда значит смысле долго как искать с удовольствием вот может и недолго может он крутой список короче говоря принцип обязательства призвольности мотивации да за деньгами за славой за ради фана джаз по фан точка конец цитата неважно если к нам пришел мы говорим ему спасибо принцип призвольности мотивации влечет за собой принцип свободы выхода входа выхода да еще как от нашего шоу мы будем мужик спасибо ты много сделал ну если много сделка то есть плюс свобода входа-выхода свобода входа-выхода третье это динамическая иерархия динамическая иерархия этот принцип введен специально против противовес принципу статической иерархии который царит в корпоративной среде но на самом деле он имеет важное значение и сам по себе в сообществе ты значит ровно столько сколько полезного это сделать для сообщества не больше и не меньше то есть ты можешь быть конечно прекрасным человеком да но писать абсолютно разгильдяйский код и твоя прекрасность будет останавливаться там где начинается допустим следование общей дисциплине программирование тогда вообще говорят для человека ты человек для сообщества чем вообще-то левый дисциплина программирования нужно не для того чтобы всех задрючить она у нее все две цели социально образующие прагматическое социально образующие подчиняясь то есть используя принятую сообществе дисциплины программирования ты заявляешь этому социуму что ты хочешь в него вступить то есть ты говоришь я играю по вашим правилам здравствуйте ребят а прагматическая цель вообще говоря дисциплины же как известно все инструкции пишется кровью до дисциплины программирование пишется для того чтобы было удобно читать и потом пользоваться они для чего-нибудь еще об этом наверное будем совершенно отдельно говорить через год в третьем семестре нашего курса когда мы будем по разработку программного обеспечения а пока что у нас организация дистрибутива динамические иерархия означает ровно следующее сколько ты принимаешь ответственных решений для сообщества столько ты в этом сообществе весь ядро она не потому ядро что носом называлось ядро а потому что эти люди очень много делают и принимают стратегически верные решения они видят картину в целом они определяют что делать дальше потому что мы им доверяем разработчики не потому разработчики что они умеют программировать а потому что они грамотно встроились сообщества грамотные понимаете да то есть человек может извлекать из себя горы кода и он будет бесполезен для сообщества потому что он не смотрит на то что он делает никогда и проще переписать проще замазать чем отковырять человек может просыпаться раз в год ударять волшебное место после чего ваша программа который год как раз падала перестает падать и засыпать и все люди будут бухаться на колени горит спасибо чувак ты нас спас все спи дальше вот надо будет тебя разбудим пользователи главная активность не путать активность броским движением пожалуйста понятно да то есть речь идет не о том что мы должны как можно больше засорять собой эфир о том что когда нас что-то беспокоит мы должны не сидеть на этом и терпеть а идти вот сюда и говорить ребят что-то вас не так давайте разберемся или даже не так ребят вас вот и это не так давайте разберемся примерно там чуть больше про это по ссылкам на соответствующие лекции соответствующих годов а я продолжаю дальше у меня здесь нет в планах но мне все-таки очень хочется поговорить о сетевой морали это третье четвертое необходимые или скажем так это уже такой принцип который мы просто наблюдаем глядя на него до сетевая мораль сейчас попробую сформулировать как это выглядит в сообществе ну наблюдаем а потом выдать свой любимый в свою любимую цитату вот чтобы было понятно почему вообще про это вспомнил значит что хорошо и что плохо когда мы работаем в малой группе здесь здесь или здесь не важно первое никто никому ничего не должен я не знаю как сформулировать так и сформулировать никто никому ничего не должен значит это как известно лозунг маврозе да вот но не только маврозе значит каждый сам для себя принимает ту область ответственности за которую он способен то есть который он способен взять каждый сам выбирает за что он способен отвечать и каждый сам определяет чего он кому должен то есть вы должен только себе вот соответственно если при этом ты относишься к этому принципу как к я вообще ничего не буду никому делать и в принципе вот не приставайте ко мне идите нафиг буду на всех ругаться потому что я никому не должен то ты просто оттеснишься на периферии сообщество вот и все если ты например наоборот считаю что ты должен то должен и это должен 5 должен 10 и это все тебя накрывает это результате тоже не делаешь той тишнишься на периферии сообщества никто никому ничего не должен кроме того что он способен вынести вот то есть на самом деле да и то Это соразмерная область ответственности, личной ответственности. Принцип свобода входа-выхода я уже описал. Сетевая мораль, его тоже, свобода входа-выхода, я вот сюда его впишу, она вполне себя его впитывает. Это отчасти следует вот отсюда, а отчасти следует от того, что ты к сообществу присоединяешься, ты отсоединяешься, ресурсы на это никакие не тратятся. Опять-таки, давайте мы это сделаем в качестве примечания. Что еще может помочь нам ответить на вопрос, что хорошо и что плохо в малых группах? Самый главный принцип малых групп, по крайней мере, малых групп, связанных с повышенной социализацией, вот с этим самым, с реконструкторами, с КСПшниками, ну много с чем. Собственно, почему туда люди попадают? Потому что ты попадаешь в среду, где со всей очевидностью ты наблюдаешь процесс, как все всех любят. Это сначала слегка обескураживает, потом, когда ты несколько раз в это залипаешь, и потом уезжаешь в обыденную жизнь, где ты сидишь в офисе, и, в общем, на тебя всем наплевать, то ты очень хочешь обратно, потому что там все всех любят. Но нельзя же вот так вот внезапно находиться в положении, что всех всех любят. Что и меняется, когда ты находишься в малой группе. Меняется целеполагание. Когда ты работаешь в контакте с небольшим количеством себе подобных, которые, к тому же, хотят того же, что и ты, вы объединены общим делом. Давайте запишем это в качестве образующего, общее дело. Так вот, твои действия, как правило, продиктованы не желанием. Твоя цель не возвысится, потому что ты не за этим пришел. Твоя цель не возвысится. Твоя цель не, как бы сказать, когда ты работаешь внутри группы, твоя цель вообще не выходит за рамки тех людей, с которыми, те люди, с которыми ты работаешь, вот эта работа происходит ради них. Мы улучшаем программу, чтобы она лучше работала. Чтобы тот человек, который ее запустит, получил очередной уровень бонусов. Один из этих людей ты, разумеется. Да? Значит, цель – это, как бы сказать, сообщество, а на самом деле все люди. Плюс ты сам. Значит, идеальная ситуация, когда… Возвращаемся теперь к программной продукте, да, от малых групп вообще отвлекаемся. Идеальная ситуация, когда ты занимаешься активной разработкой программы, которую сам же и пользуешься, и бонусы, которые ты от этого получаешь, в немалой степени – это то, что люди, которые рядом с тобой, ею тоже пользуются, и когда видят, что ты что-то исправил или улучшил, говорят, мужик, спасибо, круто, давай дальше, нам нравится, давай, все правильно делаешь. Вот. Именно поэтому иногда приходится идти против каких-то интересов, не интересов, а против каких-то сиюминутных интересов внутри этого самого сообщества, когда на самом деле понятно, что сделать плохо сейчас – это хуже, чем сделать хорошо, но завтра. Лучше сделать хорошо, но завтра. Тогда всем будет хорошо, в том числе и тебе. А если сделать плохо сейчас, тебе на время станет хорошо, но потом всем будет плохо, в том числе и тебе. Я немножко опускаюсь до каких-то деталей, но вот это довольно частый предмет разборок. Линусы очень ругают. Была даже история про то, как одна девушка-разработчик, не обвиняйте меня в сексизме, ушла из… громко хлопнув в дверь, и ушла из сообщества, потому что Линус кого-то обозвал. Она сказала, не, ну как же вы, как вы так можете, вы обзываетесь нехорошими словами, я с вами больше не дружу. И ушла. Вот. Была такая история. Значит, потому что цель, да, это как бы общая польза, понимаемая как пользами, если это хорошо мне, и в этом месте, я в нашей динамической иерархии достиг достаточно высокого места, чтобы понимать, что это хорошо и большинству остальных, тогда я это делаю. Сейчас я… кажется, все. Из таких вот, что хорошо и что плохо, кажется, все. Соответственно, я все это сказал вот для чего. Во-первых, попробуйте это наложить на сетку того, что творится в сообществах закрытых, в особенности во всяких местах, где как бы вот люди как змеи в банке сидят, и там вот каждый состязается за какую-то точку в жизни. Возможно, таких мест мало. Но то, что как себя ведут и что делают люди, которым вообще говоря общее дело совершенно неинтересно, кому интересно перекладывать бумажки в офисе? Работать офисным планктоном в горле офисного кита? Никому. И отношения там строятся вообще не вокруг общего дела, понимаете, да? И все начинает работать совершенно по-другому. Здесь вот, слава богу, мы нашли себе место, где наши профессиональные интересы отчасти сливаются с нашей потребностью в социализации. И мы можем себе позволить придерживаться сетевой морали, хотя у этого подхода есть и оборотные стороны, поскольку мы человека не вправе судить за то, что он делает вне сообщества. Ну, вот я приводил пример с Райзером. Ну, в общем, варианты имеются. Значит, чтобы закончить этот кусок и, наконец, перейти к тому, чем я и собирался рассказывать сегодня, я попробую, не пиша на доске, потому что это длинная формулировка, но она есть по ссылке. И я ее выложу сегодня в основной конспект. Попробую, возьму наглость на себя и скажу, что если я сравнивал корпоративную мораль, парциальную мораль с клановым сознанием, когда интересы клана превыше интересы любого индивида, и хорошо – это то, что хорошо клану, а плохо – то, что плохо клану. И только так. Я попробую высказать себе, процитировать одного моего любимого философа, который лет 200 назад, боюсь соврать, может быть, 300, уже сформулировал, надо посмотреть, что-то у меня сейчас с линейкой измерительной в голове, уже сформулировал тот моральный принцип, который очень неплохо подходит к принципу сетевой морали. Философа зовут Эммануил Кант. Это был такой совершенно кабинетный дядька. Говорят, он в жизни ни разу не дошел домой пешком. Жил он в Кёнигсберге, если кто. Потому что ему и так было хорошо. Еще один анекдот. Кажется, он вообще не знался с женщинами, хотя писал про них очень восторженно и был в теме. Но, видимо, так, теоретически. Еще есть про него анекдот, что он где-то вскользь, правда, обмолвился, что одно из самых невинных и при этом крупных наслаждений в жизни – это вовремя добежать до туалета. Правда же? Так вот, ему принадлежит такая универсальная формулировка штуки, которая называется категорический императив, то есть такого морального принципа, который описывает идеальное положение, идеальное отношение к тому, что такое хорошо, что такое плохо. У категорического императива две формулировки. Первое. Поступай согласно таким положениям, такой максиме, которая может быть принята, руководствуясь которой, ты можешь пожелать в то же время, чтобы она была всеобщим мировым законом. То есть, когда ты принимаешь решение о том, как поступать сейчас, то, что к тобой руководит, должно быть абсолютно симметрично не только к тебе, но и к сообществу. Давайте я прочту определение не своими словами. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. То есть, ты принимаешь решение для себя, учитывая свои желания, свой профит, свою выгоду, какие-то семиминутные флюации окружающего мира. но если ты чувствуешь, что ты делаешь что-то, что на самом деле не может быть применимо к всем, что ты как бы отрываешь от мира свой шкурный интерес, мир, люди от этого, условно говоря, страдают, а ты получаешь свой... то это, вообще говоря, аморально. Вопрос другой, есть ли у тебя силы поступать морально, или ты вынужден поступать аморально, это другой вопрос. Помните, как у Шварца, это дедушка по материнской линии виновата, это он у меня был деспот, и я иногда его кровь во мне играет. Ну, хороший отмазка. Но, тем не менее, моральные поступки таковы, что ты можешь в то же время пожелать, и чтобы те законы, которые ты... согласно которым ты их выполняешь, стали всеобщими. Когда ты работаешь сообществом, ты подразумеваешь то, что хорошо тебе, так же, как и всем. Вот если тебе хорошо, остальным плохо, это аморально. Если тебе плохо, остальным ты думаешь, что хорошо, то ты дурак. Нет, правда. Ты сам член этого сообщества, и законы должны быть всеобщие. Не надо тебя вычитать. Жертвенность – это не сюда. Понимаете? Вот. Самое интересное, что у Канта есть вторая формулировка категорического императива, которая, так называемая, отрицательная формулировка, которая, на первый взгляд, никак не похожа на первую. Они даже, по-моему, из разных трудов выловлены. Один из способностей шерстения, а другой из критики критического разума. Но именно на примере свободного сообщества эти формулировки почему-то сходятся. Вторая формулировка такая. Она очень простая. Что все твои поступки, когда ты взаимодействуешь с людьми, должны этих людей иметь в качестве цели, а не в качестве средства. То есть ты должен добиваться что-то для одного человека, двух, всех людей. Твоя цель – это люди, а средства какие-то там. А не наоборот. Твоя цель – это, не знаю, много бабла, а средства – это люди, которые тебе это бабло принесут. Точная формулировка. Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого человека, как к цели, а не как к средству. Поступай так, чтобы ты относился к человечеству в своем лице, как в своем лице, так и в лице всякого другого человека, как к цели, а не как к средству. Это одна и та же формулировка, только зашедшая с двух сторон. То есть она не плоская, чтобы закроить эту тему и перейти, собственно. Значит, она не плоская. Понимаете? Вот плоская формулировка – допустим, золотой закон этики античный. Не делай другому такого, чего не желаешь себе. Или наоборот, делай другому то, что желаешь себе. Я не помню, какая там правильная из них. Мазохисты с вами не согласятся. Мало того, там вообще как бы есть некое в этой формулировке золотого закона этики есть некий провал, который связан с тем, что ты вообще, говоря, отвечаешь только за себя, тебе хорошо, и то, что у меня хорошо, значит всем хорошо. Там можно очень много чего придумать. Здесь ты берешь на себя, грубо говоря, тот уровень ответственности за мир, который ты способен вынести сам. И в этом плане ты как раз и размышляешь либо о том, для кого ты все это делаешь, для кого, какова твоя цель, либо о том, насколько тот закон, которым ты руководствуешься, всеобщий. Почему это совершенно идеалистическая структура, меня тут уже допрашивали на предмет того, а если я такой яростный мачо и считаю, что слабые все должны умереть, я просто самый сильный, поэтому я всех громлю, и отлично, как бы считаю, что это всеобщий закон, все-все громят, кто самый сильный выживает. Оставим в стороне долгий разговор на эту тему. Хочу только сказать, что это, разумеется, закон очень идеальный, и мы живем в обществе, и все на сегодняшний день живут в таких обществах, которые от этого морального принципа в общем далеки. Но именно в малых группах, где у нас есть общее дело, как мерило, такой приземленный, из триминутной ценности и принцип некоторой свободы к тому, что человек делает вне малой группы, этот закон становится практически применимым. Это, если хотите, такая модель идеального мира в миниатюре. Именно за этим люди тянутся в малые группы и согласны заниматься изобрать из себя индейцев, в общем, петь песни под три аккорда, еще что-то такое же делать, потому что они в этом видят некая идеальная организация, сообщества, который еще какой-то выход угодного имеет. В нашем случае это программный продукт. На мой взгляд, этот механизм работает, когда работает свободное сообщество, и это лично для меня одно из самых привлекательных его свободного сообщества сторон. почему, собственно, я не только являюсь членом Alt-Linux Steam, ну и, например, в течение 10 лет был в составе жюри второго канала авторской песни. Да и сейчас, собственно, я как бы формально там числюсь, просто организация это не функционирует. Такие дела. Который час. О, у нас есть еще час. Да? Нет, меньше. Да, конечно. Да, спасибо. Я вот все ждал, пока вы зададите, но тут... Да. Здесь есть два пункта и еще одно добавление. Если вы пользуетесь так называемой разрешительной лицензией, то, извините, никто никому ничего не должен. В разрешительной лицензии не написано, вам не предписывается ничего. Первые четыре пункта говорят только о том, что вам попало на руки и о том, что вы можете с этим делать, что хотите. Именно с этим связана как раз ситуация, что довольно много проперетарных программных продуктов содержат в себе открытой реализации чего-то, только они закрыты, потому что никто не сказал, что они должны оставаться открытыми. Утверждение номер два. Если вы пишете программу, которая является доработкой, то есть реальной доработкой, изменения исходного кода, программного продукта с капиллефтой, со всей очевидностью ваша программа должна быть капиллефтной. То есть она должна быть не только свободной, но и содержать в себе капиллефт. Доработка номер один. Как правильно вот тут заострили вопрос на сборка. Я не изменял код свободной программы, свободной библиотеки, но я с ней собрался, скомпилировался. Поскольку компиляция это тоже разработка, мы какие-то команды выдали, то если ваша программа строго капиллефтная, ваша библиотека строго капиллефтная, таких, кстати, довольно мало, но есть, то программа, собранная с такой библиотекой, даже без модификации исходного кода, тоже должна быть капиллефтной. Потому что сборка, сборка с ней автоматически означает, что ваша программа инкорпорировала в себя капиллефтный код. Дополнение номер два. Ровно для этой причины, для этой вещи, еще будет дополнение номер три. Ровно для этой вещи придумали, это лицензия ЛГПЛ, условно. Вот это. Ровно для этой вещи придумали лицензию ЛГПЛ, которая расшифровывается иногда как lesser гну public license, менее гнутая общественная лицензия, а иногда как library гну public license, она придумана именно для библиотек. Потому что любому программисту очевидно, что когда мы компилируемся с библиотекой, мы ни разу ее пальцами не трогаем, и по этой причине мы в принципе можем распространять исходные коды этой библиотеки, как полагается, да, будет еще два дополнения, пардон, распространять исходные коды этой библиотеки, как полагается, а нашу программу сделать проприетарной. Но лицензия GPL это запрещает явно, потому что любые инструменты сборки, используемые при сборке вашей программы, считаются сборочными инструментами, стало быть, вы использовали этот код, а лицензия Visser GPL ровно этот случай оговаривает. Когда ее изобрели, очень много, не очень много, но ощутимый пошел приход проприетарщиков в линуксовую область, потому что появилось, во-первых, довольно много библиотек поменяли свою лицензию на LGPL, а во-вторых, за счет проприетарщики начали писать свои программы на КУТЭ, например. Большое счастье, раньше написали на какой-то хрени подлинных, страшные. Теперь они начали писать на КУТЭ, вот именно потому что КУТЭ все перецензированы по LGPL. Ну и в общем хорошо, пускай. Вот. Я ответил на ваш вопрос. Смотрите, у вас есть исходный текст, у вас есть финальный продукт. Чтобы получить из исходного текста финальный продукт, вам нужно запустить какие-то команды. Вот все эти команды тоже считаются частью исходников. Ну потому что, понятно, если их не будет, то невозможно сделать, да, вы должны, ну, как бы, воспользоваться вашим телепатическим усилителем, чтобы понять, как из этого исходного текста получить вот этот бинарник. И больше никак. К сожалению, в этот список входит там, не знаю, Мэйк, ГЦЦ, вот это все. ЛД. Поэтому, даже если она притягивает ее системы, чисто формально глядя в ГПН, вы видите, что там написано. Запускался ЛД, значит все, у вас получился производный продукт. Такие дела. Даже если это разделяемая библиотека и в действительности вы... Смотрите, даже когда вы компилируете из... Вот, вот в чем дело. Я понял. Хедер. Когда вы компилируете вашу проприетарную программу, даже если из этого получается проприетарная программа, в которой внутри бинарника не содержится ни грамма исходного кода из ГПН-библиотеки, в момент компиляции ваша проприетарная программа на языке программирования С, засасывают кучу исходных кодов, которые лежат в USR-Include и называются H-файлы. И вот от этого вам не деться никуда. Ваша проприетарная программа написана с использованием исходных текстов. То, что вы ее не модифицировали, не модифицировали, никак не повлияет на результат того, что ваш производный продукт содержит информацию, использовал информацию, или которая лежала в исходных текстах. Вот. В процессе компиляции вы не обошлись без ГПН-библиотеки исходного текста. И вот этот-то случай специально говаривается в ЛГПН-библиотеке. Там написано так, если вы не вносили изменений, вам не обязательно в Библиотеку ГПН-библиотеку, в ЛГПН-блиотеку, здесь вы ее не трогали. Отлично, выложите эту в библиотеку, покажите, как вы ее собирали, а как вы собирали вашу проприетарную байду, хорошо никого не волнует. Вот как-то так. Теперь я ответил вопрос. Исходные коды это хедеры. Упс. Значит, еще два дополнения. Специальный кейс в третьем ГПН-блиотеке, он, по-моему, даже расширенный, описывает составной продукт, так называемый, где мы вообще никакой компоновки не пробуем. Просто берем кучу пакетов, складываем их в кучу и говорим, это наш дистрибутив. Вот, вообще говоря, никто не запрещает этот дистрибутив продавать за миллион долларов. Даже если он целиком состоит из абсолютно свободных пакетов. Правда, все эти пакеты, когда вы их распространяете, должны распространяться под этой лицензией. Так что все исходники всех пакетов, а также все бинарники должны быть доступны за бесплатно. Ну, вернее так, не за миллион долларов. Тоже не так. Они должны быть, не только бинарники, но исходники тоже должны быть доступны. Еще следующее, любой другой человек может этот ваш дистрибутив за миллион долларов самостоятельно собрать из исходников. Вот. Так устроено, да. Можно, так и делают. Кстати, очень много так делают люди. Люди просто сидят, хакают, тот факт, что они первые на рынке, потому что они обстрим, используют как бизнес преимущество, продают свой продукт вместе с услугами за деньги, а дальше это все выкладывают за ГПЛ тут же. Пожалуйста, ребят, догоняйте. Пока вы будете нас догонять, мы еще убежим. Че, нормально. Вот. Разумеется, это не имеет никакого отношения к гиперприбылям, которые ты получаешь за продажу проприетарной копии, да? То есть, это совсем другой бизнес. Но да, так делают. Вот. Ну, скажем, вот компания базальт спор делает ровно так, да? Мы берем совершенно свободные программные продукты, лепим из них дистрибутив, помещаем его в реестр, называем российское программное обеспечение, оно правда российское, мы его сами собирали. Вот. И оно стоит денег. Да, пожалуйста. Хотите скачивать пакеты, вот они. Более того, наши дистрибутивы по большей части еще и, как бы, свободно распространяемы среди физических лиц. А некоторые из юридических тоже. У нас есть и такие, и сякие. Все эти старые аркеты, да, пожалуйста, вот они, для Шигориных печет каждый месяц. Да, вот. Пожалуйста, вперед. Свободный ПО. Чего хочешь, что и делать. Никто никому ничего не должен. Скачивай, работай. Не работает, ну, вот, будь активным пользователем. Расскажи, что у тебя не работает. Вот. И еще одна поправка, последняя. Это так называемая лицензия АФАЕР ГПЛ. АГПЛ. Дело вот в чем. Последнее время, и мы к этому придем, в довольно большой части отрасли отпадает необходимость в дистрибуции вообще. Вы заходите бройзером на сайт и пользуетесь из этого бройзера этим самым сервисом. Внимание, вопрос. Вот если этот сервис сделан исключительно из Линукса и исключительно из ГПЛных составляющих, он не распространяется, он существует в единственном экземпляре, этот сервис. Обязаны ли люди, которые его делают и явно дорабатывают что-то, кому-то рассказывать, что они дорабатывают? Из ГПЛ это не следует. Нет. Да? Идея стоит в том, что если вы получаете на руки экземпляр программного продукта, вы вместе с ним должны получать доступ к исходнику. А то, что вы зашли вебом куната и там что-то работает, из этого еще не следует, что вам немедленно должны показать исходный текст вот этот. До какой-то степени это, конечно, верно, но это, как всегда, ломает вот такой способ работы. По той же самой причине. То есть, это как бы порождает некую область бизнесов, где вы берете и на Linux фигачите какой-то стартапчик с какими-то волшебными свойствами, пытаетесь его продать, имеете полное право это делать, пока вы никому его не распространяете, пока на ваш сайт ходит. Но, как только вы хотите, чтобы вместе с вами этим занималось умножить на 10, умножить на 100 сообщества, вы должны что-то сделать с этой лицензией. И вот, FireGPL как раз так и устроен, что если вы вообще какие-то сервисы выставляете в интернет, то вы должны выставлять в интернет так же исходить. Я, кстати, все больше и больше такого рода софтины выходят под лицензией FireGPL. Люди явно надеются на то, что им поможет сообщество. Поможет или нет, ну, никто никому ничего не должен. Поможет, если захочет. Вот такие дела. К моему некоторому сожалению, это была тема все прошлой лекции. Вот. Так что мы с вами переходим к теме этой лекции. А тема этой лекции вот какая. Я уже сейчас проговаривался о том, что мы рассматриваем с моей точки зрения наиболее успешную попытку создать дистрибуцию вокруг свободного сообщества. И эта успешная попытка называется дистрибутив Linux. И вот прежде чем понять, как должна быть устроена организация дистрибуции этого самого Linux, ну, вернее, операционной системы на основе ядролитов, давайте посмотрим, а как вообще устроена сама операционная система. То есть вспоминаем определение дистрибутива из первой лекции. Это комплект боюсь соврать, я уж не помню. Чего? Комплект программного обеспечения, с помощью которого можно создать, нет, не так, это некий набор, некий инструмент, с помощью которого можно создать программный комплекс, решающий определенный класс задач, создать его, настроить, развернуть, запустить в эксплуатацию и поддерживать. То есть фактически дистрибутив операционной системы это такое нечто, из чего можно сделать операционную систему и поддерживать его в дальнейшем, обновлять вот это все, операционную систему. Таким образом, чтобы принять решение, как должен быть устроен дистрибутив операционной системы, мы должны сначала понять, как он устроен операционной системы. И вот к этому, про это я хотел рассказать сегодня. Возможно, мне придется дорассказывать об этом еще в следующий раз. Тем более, что это операционная система Unix подобная, там есть о чем поговорить. Прежде чем двигаться дальше, давайте дадим такое рабочее определение операционной системы. Что такое операционная система? Вариантов очень много. Однако, я хочу, наверное, дать самый общий вариант. Это, как обычно, в таких случаях, программный комплекс, то есть это много программ. Операционная система, программный комплекс, который обеспечивает унификацию, разделение и частично учет ресурсов компьютера. Понятие ресурс и, разумеется, вкладывается в все, что компьютер умеет. Ну, то есть, машинное время, оперативная память, диск и пространство. Вот вывод. Все. Собственно, это растет из чего? Это растет из Operating System. На самом деле, операционная система – плохой перевод. Нам все кажется, что это какая-то специальная система. А на самом деле, Operating System, если попытаться перевести это с английского, не зная, что вообще речь идет про компьютер, это систематизация использования. Ну, как-то так можно перевести. То есть, Operating System – это не то, какие программы туда засунуты, а как этот компьютер использовать систематически, то есть, одинаково, мунифицированно, не мешая друг другу, ну, или, скажем так, запланированно мешая друг другу. И чтобы все это еще было, можно посмотреть, хватает ли на всех, чего не хватает, ну, короче говоря, немножко этим делом покалькурироваться. Operating System – как пользоваться компьютером. Вот. И вот те утилиты, которые поначалу писались, они ровно для этого были использованы, чтобы не каждый, значит, несчастный физик, рассчитывая свои, значит, кривые, писал программу, которая бы выводила на IBM-овский принтер какие-то волшебные последовательности, и из них появлялись бы картинки. А чтобы была программа, выводящая волшебные последовательности на любые принтеры, и в качестве входного языка воспринимала некий вполне человеческий-соцентский язык, там, ГР, он назывался, по-моему. Вот это вот Operating System. Ну, потом пошло-поехало, да, значит, в курсе архитектура вычлительных систем у вас будет там виртуальная память всякая, или сейчас это называется просто операционной системой, да? Виртуальная память, вот это все, супервизор-мод, юзер-мод, вот это вот, вот это вот, вот это вот все, как раз они и есть, операционной системы. Вот. Что в современном мире принято понимать под операционной системой? Я сейчас нарисую картинку, которая относится как раз к Unix-подобной операционке, и мы с вами можем немножко поговорить о том, почему в Unix-подобной операционке именно такой лекси. Хорошо это лекси или плохо, я сейчас обсуждать не буду, потому что нам еще в следующем семестре изучать, чужие буду говорить, что это плохо. Но, значит, тем не менее, тем не менее, некий такой изрядный флёру универсальности, да, за той картинкой, которую я сейчас нарисую, он закреплен. Ядром операционной системы является ядро операционной системы. Ядро. Что такое ядро? Ядро это одна программа, ну, как бы, считается, что? Да, я сейчас все буду говорить с некоторым огрублением, потому что, разумеется, на свете существует все, что угодно. Все, что угодно, можно запрограммировать на C++, в том числе ядро, которое 6 программ, например, является. можно. Вот. Значит, ядро это некая однако программа, монолитная, будем говорить, что? Которая, собственно, занимается тем же, чем занимается операционная система, унификацией, разделением и учетом ресурсов, но только, но только по необходимости. То есть, она это делает, ядро этим занимается только там, где это дело нельзя передоверить пользователю. Ну, например, пользователю нельзя передоверить разделение времени. Вот если у вас три пользователя, они не могут сами себе отъедать процессорное время. Это должен делать кто-то за них. Это делает ядро. Пользователю нельзя, например, передоверить выполнение, следование правам доступа. Здесь у нас три разных пользователя, они не хотят, чтобы один пользователь видел файлы другого, то никак сами это сделать не могут. Они должны воспользоваться функциями ядра. Вот ядро изменяется такими вещами. Этот самый, три вещи, да, значит, раздача памяти, раздача процессного времени, осуществление прав доступа. Это основные функции ядра. В традиционных операционных системах ядро же занимается унификацией также доступа и к внешним устройствам с помощью так называемых драйверов, только это не совсем драйверы, ну, неважно, чего-то, унификации. Вот. В микроядерных операционных системах драйвер уже могут вынести на уровень пользователя. Это не обязательно. Значит, если вернуться к униф-подобной операционной системе, каковой является, может являться операционная система вокруг ядра Linux, то помимо ядра существует еще набор модулей, модулей, которые, суть, на самом деле, кусочки ядра, но в отличие от ядра они могут быть, а могут не быть. Потому что это как раз, как правило, либо части, взаимодействующие со внешними устройствами, либо части, реализующие всякую волшебную логику, там, фейрвол, какие-то файловые системы, в том числе, всякие эзотерические, типа Амиго, вот, какие-то запланированные искажения в политиках раздачи прав доступа, в том числе, скажем, аддатный доступ и так далее, и так далее. Короче говоря, модули – это части ядра, которые включаются и выключаются. А в остальном это тоже самое ядро. Как мы знаем из курса операционной системы, вот это все работает в так называемом режиме супервизора, когда доступ ко всей оперативной памяти имеется, к таблицам процессов аппаратным, к таблицам, как это называется, которые виртуальная память транслирует. К, допустим, трансляции виртуальной памяти. Ну и так дальше. Супервизор мод. Мод. Все. Значит, на этом, собственно, режим супервизора заканчивается. Все остальные функции операционной системы берут на себя программы пользователей. Точнее так. То, что называется юзер мод. Все остальное – это юзер мод. Так, я тут рисовал какую-то картинку не похожую на то, что я рисовал раньше на лекциях, поэтому надо внимательно к этому относиться. Да. Как мы обращаемся к ядру? Как вообще вот эти программы пользователя, которые снаружи запускаются в юзер моде, от ядра какой-то услуги требуют? Естественно, программным образом. У нас программное связывание, мы вызываем так называемые системные вызовы, систем кол. Это просто кусочек нашей программы, который непосредственно лезет в ядро, там что-то делает, получает ответ. То есть, с точки зрения пользователя, ядро – это такая извращенная библиотека. Извращенная в том смысле, что без ее помощи ничего сделать нельзя. Оно у нас одно, поэтому как прибили, так и держится. Но тем не менее, с точки зрения программы пользователя, ядро – это просто библиотека такая. Правда, ну что, дай память, а, говорит, не дам память. Стараптивая. Вот. Значит, таким образом, с точки зрения пользователя ядра, а кто такой пользователь ядра? Программист, который пишет программу. Ядро представляет собой просто набор программных интерфейсов, каких-то там системколов, да, и первое, что пришло в голову людям, которые писали Unix, взять, и, грубо говоря, вокруг каждого такого системного вызова написать утилиту. Такая утилита. Сейчас, я сейчас посмотрю картинки. Утилита. Такой, сейчас подальше напишу. Утилита. 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 То есть, вот этот кружочек означает, что мы воспользовались программным интерфейсом ядра, написали такую низкоуровневую программу на языке программирования ищи, которая дернула системный вызов, ядро что-то сделало, и, значит, мы удовлетворенно отпали. Мало того, давайте мы здесь нарисуем такой экранчик. Да? Утилиты. Это такие программы, которые, с другой стороны, здесь у них программа и интерфейс, а вот здесь у них интерфейс командный. То есть, они уже взаимодействуют как-то с пользователем. Тут пользователь сидит. Все тот же наш Вася. Он тянет свои шлюшевливые ручки к утилите и что-то с ней такое делает, а она, значит, честно дергает ядро, ядро работает. Вот мы ее, значит, обмазываем ядро утилитами. Что получается? Получается, что мы можем сами написать программу на оси и вызвать системный вызов. А можем не писать программу на оси, а взять эту утилиту, и она за нас сделает то, что надо. Дальше больше. На самом деле пользоваться системным вызовом очень неудобно. Они такие достаточно низкоуровненные. Поэтому можно написать не только программу на оси, но и библиотеку на оси, которая будет вести себя как утилита. Она будет ходить к ядру, а мы будем ходить к ней программным образом. Это, кстати, встречается намного чаще, потому что эта библиотека называется Лепси. Ну, собственно, Лепси. Вот. Лепси это вообще такая обертка вокруг ядерных функций, на самом деле, вокруг удобная. Может и так случиться. Понятно, что тут будут еще у библиотеки. Одна утилита может пользоваться разными библиотеками, мало ли что. А она будет ходить к Лепси, а Лепси будет ходить туда. В общем, понятно. Для нас сейчас важно вот что. Что у каждой такой утилиты есть интерфейс командный, рассчитанный, грубо говоря, на нашего пользователя Вася. Про таких утилит в стандартной юник-системе штук там тысячи две. То есть это будет очень мощный пользователь Вася, который все 2000 утилит знает, как им пользоваться. Мощный такой пользователь. Правда, тут возникает некоторый довольно забавный момент, связанный вот с чем. Вот у нас есть некая утилита, а точнее сказать, некая программа, которая достаточно успешно ходит к ядру и что-то с ним делает. Значит, вот в библиотеке. В библиотеке. Вообще говоря, она делает с ядром такое и с ресурсами такое, что не каждому пользователю мы разрешаем ею пользоваться. То есть мы хотим придумать специальный интерфейс работы с этой программой, чтобы она, эта программа, уже делала то, что надо. То есть мы берем, прописываем какие-то утилиты другие, тоже утилиты, которые не ходят непосредственно к ядру, обращаются к этой программе, типичный пример под систему печати. Чтобы напечатать документ, нужно запустить множество разных утилит. еще что-то сделать. Но вообще говоря, заставлять делать это пользователю не надо. Значит, помимо утилит, у нас должны быть еще программы какие-то, которые болтаются в памяти, по умолчанию ничего не делают, ими можно как-то управлять каким-то другим интерфейсом, программным, не важно каким, пока. Мы не упрощаем ситуацию. И когда мы их попросили, они взяли и что-то сделали. Такие постоянно присутствующие программы в составе операционной системы, которые не делают, пока их не попросишь, называются демоны. Отличие от библиотек, что они сами по себе программы, они даже могут сами иногда активизироваться. Есть демон, который периодически запускает другие программы, Крон. Тут, правда, есть одна такая шутка юмора. Дело в том, что американские программисты спутали Кроны и Хроноса. Это совершенно два разных персонажа. Хронос это бог времени, действительно негреческий, а Крон это прародитель Титана, прародитель этих самых новых богов, такой Титан, который народил кучу детей. Один из них был Зевс. Их всех звали Крониды. И Зевс так подумал, подумал, ну и убил всех, включая Кроны. И стал сам первым на поляне. Это было два совершенно разных персонажа, тем не менее, демон, который занимается управлением, запуском команд по времени, почему-то называется Крон и не Кронос. Ну ладно, оставим это на совести американских программистов. демоны. В терминах, скажем так, более христианизированных, это называется службы. Вау, а служба вообще христианская? Нет, правда, где-то в середине девяностых была история, что один чокнутый какой-то протестантский деятель проклял свою паству за то, что они пользуются почтовой системой на базе FreeBSD, а маскотом FreeBSD является чертик красненький. Ну, он, правда, был неполне нормальный. По большей части, в общем, там нормальный как везде. Значит, ну вот, демоны. Значит, такие программные образования, которые составляют вашу операционную систему, разумеется, они могут быть включены, могут быть не включены. Их идея демона состоит в том, что у них интерфейс не командный, а какой-то специальный протокол взаимодействия. По сети, через специальный сокет, через что хотите. Вот здесь наступает момент, когда мы понимаем, что вот этих утилит у нас 100-500 штук, наступает некий момент, когда мы из системы достаточно примитивно организованной внезапно делаем нечто, способное решать очень большой класс задач, то есть практически настоящая операционная система. Этот момент связан вот с чем. Почему собственно? Итак, давайте изучим интерфейс, которым пользуется пользователь Вася. особенно с учетом того, что дело происходит так в 70-х, 80-х годах прошлого тысячелетия, конца. Разумеется, это интерфейс текстовый. Вот. Вася вводит какие-то команды, эти команды пережевываются, и утилита выплевывает эти команды обратно. Вася вводит другие команды, эти команды пережевываются, утилита выплевывает команду обратно. Вася пользуется командной строкой. Давайте запишем в качестве принципа интерпретатор командной строки. Что это ему позволяет делать, Вася? Это ему позволяет иметь доступ ко всем вот этим утилитам, у которых есть интерфейс командный, по названию. И унифицированный интерфейс в виде текста позволяет эти команды вызывать по определенным правилам. Сейчас это не очень существенно. Вот. Получать ответ в том же самом текстовом интерфейсе от той же самой утилиты в качестве результата. Значит, текстовый ввод-вывод. Текстовый. Диалог. То есть и делать это в диалоге с машиной. Сначала все сказал, а потом все получил, спасибо, до свидания, сеанс окончен. А ввел команду, получил результат. Ввел другую команду, получил результат. Ввел результат одной команды на вход другой команды, получил третий результат. То есть человекомашинные системы, они тогда эффективны, когда человекомашина вступает в диалог. Если человекомашина в диалог не вступает, это называется автоматизированная система. А если человек делает на машине всю ту же самую работу, которую раньше делал вручную, компьютеризированные системы, наша речь идет о речекомашинных системах. Значит, текстовый диалог и дополнительное свойство состоит в том, что когда мы получаем не только ответ, но и какую-то управляющую диагностику, мы получаем это в тот же самый экран. То есть совмещение интерфейса управления плюс интерфейса данных. Ну вот когда вы пишете программу на C, как вы ее, ну я знаю, вы нажимаете кнопочку, запусти мне программу, нет, вот вы говорите, скомпилировать программу, это команда, получается программа, вы говорите, запустить программу, это команда. Ваша программа говорит, введите данные, и вы вводите данные прямо в том же экране, где вы запустили, только что компилировали программу. Вы вводите данные, ваша программа говорит, результат равен 115, введите новые данные, вы вводите данные, результаты тоже были данные. Ваша программа говорит, сегментейшн, реалейшн, а это уже не программа, говорит, это уже управляющий поток потому что этого операционная система сказала что ваш программ плохо написано наверное то есть в одном и том же экране у вас видны и управляющие данные да и и управляющий поток данных и собственно да вот и это на самом деле очень удобно вам не приходится бегать смотреть в разные места вы все весь вывод видите в одном и том же месте а если у нас хватит времени смотри посмотрю в следующий раз если на спать времени мы поговорим о том что на самом деле эти по эти потоки они их можно развести но терминальчик которым их по умолчаю видите один и тот же так вот вот эта вся штука становится операционной системы общего значения когда мы понимаем что интерфейс командной строки вот к этим утилитам этого мне естественный язык на котором можно писать что угодно это такой если хотите язык программирования в том смысле что он весь формализован все команды которые мы запускаем получают в качестве в своем управляющем потоки данных вполне ограниченный набор параметров это означает что мы можем женщину вынуть автомат вставить написать такую оболочку которая бы позволяла комбинировать запуск всевозможных утилит и результатов их работы на языке программирования достаточно высокого уровня shell делает из этой конструкции инструмент решения большинства задач связанных с обработкой текстовых данных или данных которые можно превратить в текст интерпретатор командной строки shell он же язык программирования высокого уровня причем это язык программирования вышел к высокого уровня предназначенный для активации и супер позиции комбинации еще чего-нибудь а цели неважно чего короче говоря для того чтобы запускать утилиты и применять результаты работы одних утилит к результатам работ других утилит но и так дальше оболочка понятное дело что шел это такая же утилита ну вот он умеет вызывать эти программы и пользуются ими результат более того поскольку язык программирования сам шел является полноценного гитмически полным языком программирования все что угодно связанное с обработками текстовых данных можно написать нашей особенно если вы озаботитесь тем что напишите некоторое количество дополнительных утилит которые обрабатывают тексты данных так как вам нужно сортирует их там не знаю по полям разбивают выковыривать из этих полей чего-то поскольку большинство данных которые можете извлечь из компьютера имеют формализованный вид то их достаточно легко обработать вот этим утилит мы получаем некий комплекс который представляет собой универсальный конструктор для решения задач обработки текстовых данных или данных которые можно прообразовать в тексту я брал что это за данные разумеется подавляющее большинство системных задач почитал системный журнал выловил там что-то чего-то сделал разумеется подавляющее большинство задач организации простых диалогов с пользователем пользователь вводит текст выводят текст разумеется подавляющее большинство задач связанных с практически любыми обработками небольших массивах произвольных данных которые можно просто превратить в текст пожевать и превратить обратно короче говоря если вам нужно что-то по-быстрому воспользоваться по-быстрому некоторым из этих программ и полученный результат как-то зафиксировать вы пишете программу нашли и получаете результат любой активный пользователь юнекс подобных систем например линукс за свою жизнь пишет там тысячи маленьких программ нашли которые никому не показывают потому что и вот его личные велосипеды с квадратными колесами там с колесами поперечь который поперек друг другу стоят еще с какими-то там колесами вот все это весит велосипедный парк он собой все время возят на что-то его любимые велосипеда он их с детства помню вот но дело даже не в том а в том что некоторые из его наработок он возвращает обратно в сообщество и они становятся частью обвязки вот такого рода операционной системы потому что повторяю программы нашли скрипты сценарий нашли выглядят очень легковесные по сравнению с таким же точно кодом который бы напрямую ходил вот сюда или с таким же точно кодом который бы управлял вот этими программами но не через shell а через что-нибудь другое мой любимый пример который я привести сейчас не буду приводить да это вот такая команда то есть я я покажу я покажу команду но не буду показывать код носи который мы соответствуем команда разумеется ну давайте знатоки что самое вот такой показательные в шелье конвейер конечно да самое самое жесткое что вы хотите запрограммировать носить поначалу да это реализовать вот такую команду скажем какой-нибудь что нам выдает за там мой любимый календарь конечно вот это не что вы не выйдете календарь не подумайте плохого вот вот ну помимо того что программу календарь вам написать на шелье программу сорта на время наносить программу сорта написать носи ну ладно предположим вы их вызвали как вам перенаправить вывод одной команды на вход другой а вот эта команда в шеле делать ровно это вас сорт считывают то что календарь выводят и сортирует построить вот решение носи выглядит так вы сначала форкайте процесс потом нет да потом в том процессе закрываете стандартный вывод внезапно нет вот закрывайте внезапно стандартный вот дальше что делать открываете его из вот этого и да значит у выходного процесса в язык вы стандартный вывод закрываете открываете его специальное устройство под названием канал который тоже надо открыть у второго процесса вы закрываете стандартный вот открываете из того же самого канала с другого конца После чего делаете экзек, запускаете собственно сорт И тогда у вас вот эта вот программа выводит на стандартный вывод, который оказывается каналом А вот эта программа вводит на стандартный вывод, который оказывается тем же каналом, только с другой стороны В общем, такие там 15-20 строк на си Даже на питоне 4 строки Вот На старом питоне быстрее можно было Но там немножко все, так сказать, генерализировали И там вот прям процесс вот это все Короче говоря, нашели ввод И вот таких фишек в Шоле много Перед направлением ввода-вывода Работа с exit статусами команд Если команда вернула ошибку, это является причиной условного оператора И в команду успешно сделать одно, и сделать другое Подстановка текстовых результатов Одна операция, два бэктикла и все У вас то, что вводит одна команда, является строкой, которую вы можете там Класть в переменную И так дальше, и так дальше, и так дальше Короче говоря, язык программирования Shell Это язык программирования высокого уровня Предназначенный в качестве работы для оболочки И одновременно же интерпретатор командной строки Вот Этим достигается еще одна важная фишка Вот тут раньше был пользователь Вася И он пользовался всеми этими тюлитами Видите, он не очень доволен А потом до него наконец дошло И он написал программу на Shell Которая все это делает за него И эта программа на Shell В ней внутри такие же точно команды Которые он раньше писал все руками Linuxo это такой человек Который за три часа Напишет на Shell и программу Вот Который за одну секунду Сделает все то, на что ему бы потратился бы вручную час Вот Значит, понятное дело, что Как только предполагается, что эту задачу он будет решать Более чем три раза, да Он прав Если не предполагается, ну как сказать Он получил экспиренс, написал Сделал еще один велосипед Что в этом супе не хватает? Это конструктор Это операционная система Достаточно узкого на самом деле назначения Она для тех, кто потом вокруг нее будет делать Уже конкретные какие-то внедрения Поэтому, как правило, вокруг этого намазывается Еще большое количество библиотек прикладных Которые друг друга там Друг друга вызывают, вызывают, вызывают Это демон И в конце концов ходят к этому липцы А уже липцы ходят сюда Программно А вокруг этого пишется уже приложение С этими библиотеками Которые, скорее всего, вот здесь вот Ну давайте мы нарисуем здесь какой-нибудь другой интерфейс Не такой, как был у Вася Как бы его сделать-то? Вот У которых будет совершенно другой интерфейс Предназначенный для решения прикладных задач А не задач обработки текста Ну вот, приведите мне пример класса задач Которые трудно решать с помощью задач обработки текста Ну да, значит, в первую очередь Некоторый подкласс обработки изображений Понятно, что если эти изображения ваши векторные Или если вам нужно что-то сделать с какими-то областями Про которые вы все заранее знаете То отлично подходит командная строка Пакет ImageMagic может гораздо больше Чем вы попытались когда-либо себя вообразить Делать сразу твой график Вот А вот если ваша задача, например, визуальный поиск У вас есть много объектов Которые вы только на глаз можете посмотреть То никак вам система обработки текста не поможет Вам нужна графика, которую все это визуальное вам покажет Или ваша задача Та же самая обработка изображений Но, так сказать, на глазок Да? Ну не знаю Инструмент удаления красных глаз вручную Вообще есть программы, которые удаляют красные глаза Вполне В том числе и в том же ImageMagic, кажется Но они не всегда справляются И если вам нужно заниматься каким-то творческим издевательством над фотографией То вам нужен другой интерфейс Совсем другой Который, например, постоянно перед вами держит Текущий результат того, что вы изображаете, которое вы обрабатываете И, конечно, текст вам тут ни при чем Значит, задачи визуального поиска Задачи специфические для предметной области Задачи связаны с С чем еще? С визуальной подготовкой Вообще связи-вик задачи, да? Вот, который вот you see, вот you get Если ваша задача подготовка чего-то Зачем требуется визуальный контроль непрерывный? Вот Задачи Ну, кажется, все На самом деле, вот Главный класс, который сюда не ложится Это поиск готовых решений Вот эти штуки называются приложением Вот Опять же, термин идет все оттуда же Application Это когда у нас есть некие библиотеки Которые умеют с нашей предметной области работать А это приложение этих библиотек к определенному классу задач Вот Давайте посмотрим Да Значит Чего приложениям нужно от этой операционной системы? Вообще говоря Довольно часто приложения пользуются утилитами Но чаще всего они пользуются исключительно программным интерфейсом Сначала на прикладном уровне своим А потом уже систем Вот Поэтому мы, когда будем рассматривать дистрибутив операционной системы Будем рассматривать и эту часть, и эту часть Потому что приложений очень много Но прежде чем мы перейдем к приложениям Потому что они будут какие угодно Давайте немножко Немножко поосуждаем о свойствах вот этого конструктора Что бы хорошо Каким свойством наша операционная система С точки зрения нас А неправильно нам заканчивается Отлично Самое время на самом деле Вот мы нарисовали вот это вот все безобразие О свойствах этого безобразия будем говорить в следующий раз Вопросы? Что ты тут такой нарисовал-то? Ужас Ладно, попробую О, слушайте Кто вот такой нарисует красиво Того родина не забудет, правда В каком-нибудь графпостроитель, не знаю, там в Дио в каком-нибудь У меня есть старая картинка Она гораздо менее сложная Это я буду рисовать неделю Вот Да, вопрос Еще раз повторюсь Что такое приложение В смысле приложение Или именно библиотеки Смотрите У нас есть Некий класс инструментов Работающие с пользовательскими задачами Как правило Это прикладной класс То есть это библиотечные вещи То есть мы написали кучу библиотек Но совершенно не обязательно Например У нас может быть еще Какие-то там Что-то Какой-то аналог демонов Или Значит Помимо библиотек У нас еще какой-то склад Там, не знаю Каких-то ресурсов Которые мы используем База данных Вот это все Приложение Это Приложение вот этого инструмента К более конкретному разряду задач Например У нас есть Библиотека работаем из баз данных И есть приложение Которое на основе этой базы данных Ну, не знаю Там делать какой-нибудь учет чего-нибудь Ежей там Свиней Чего-нибудь такого У нас есть библиотека Работа с графикой И приложение Которое на основании библиотеки Решает пользовательскую задачу Ну, скажем Там, не знаю Ну, самый типичный пример Это то, что называется Widget Set Пользовательский интерфейс Менюшки, кнопочки Эти самые Разнообразные Вот С помощью этих кнопочек Мы пишем прикладную программу Которая решает простейшую задачу Там, что-нибудь откуда-нибудь ввести Куда-нибудь положить И все это сделать в графической среде Да? То есть Утилита Это штука, которая Утилизирует Либо непосредственно ядерные ресурсы Либо что-то Что в конце концов К этим ядерным ресурсам сводится То есть решает задачу Связанную с тем Что нам операционная система предоставляет Приложение решает пользовательскую задачу И скорее всего Оно так устроено Что Те библиотеки Которые под ним подложены Они и есть собственно Главные решатели этой задачи Да? А приложение Это всего лишь некий кусочек Вот На самом деле Я не могу дать точное определение Слово приложения Ладно, еще вопросы Да, главное его отличие Что оно не заточено Вот сюда Потому что смысла нет Иногда это можно сделать Иногда нет Как правило нет Пользователь, который сидит за этим интерфейсом У него лицо другое Он вот такой Ладно, еще вопрос Да Зачем Для тех, которые С угловатой стороны Или для тех, которые С противоположной стороны Незачем За одним исключением Если вы посмотрите на то Как устроены Толстые прикладные библиотеки Вы обнаружите Что Скажем так Предметные облака Те сущности Которые в них упоминаются Никакого отношения К операционной системе Не имеют уже совсем Скажем Программы Написанные на КУТЭ Пользуются Какими-то Примитивыми Явно имеющими отношение К межпроцессному взаимодействию К передаче потоков данных То есть К тому Что вам предоставляет Операционная система Но ни разу На это не похоже Потоки данных КУТЭ Реализуются Системно-независимо Это прикладные потоки Да Даже по-моему Доступ файл в системе Там по-другому Могу соврать То есть Разумеется Все это разделение Очень условное Я с этого начал Не нужно это разделять Но Если мы имеем дело С системной библиотекой То как правило Мы работаем В той же Терминологической Парадигме Что и операционная система А если мы имеем дело С прикладной библиотекой Как правило Мы работаем В совершенно другой Терминологической Парадигме В основном Разница в этом Еще вопрос Ну все Спасибо Значит кто делал конспект Большое спасибо Я его В смысле Кто исправлял конспект Вот мне кто-то Прислал конспект Потом его поправил По моей просьбе Большое спасибо Я еще не читал Потому что У меня сегодня Четыре пары Это чье такое красивое? Это чье-то такое красивое На нем написаны Операционные системы Между прочим Это вообще по-моему Человеку Ну не знаю Ну в общем это чье-то Можно вопрос По первой части Да, да, да Никак Вообще LGPL для программы Это не характерно Потому что Смысла нет Речь идет о библиотеках Речь идет о том Чтобы Предоставить возможность Пользователю Воспользоваться Программисту Воспользоваться Твоим трудом Но при этом Не заставлять его Когда ты распространяешь Когда он распространяет Свой программопродукт Делать его свободным Такая подложка Вот Кутэ Например В обратную сторону Несоместима Нет, смотрите Если вы автор Берете И выпускаете Следующую версию По другой лицензии Все Это же ваше право Копирайт у вас остался Понимаете? Изначально Вы написали программу Вы автор Берете и говорите А теперь ли будет LGPL Чужую программу Нет, нельзя Георгий Владимирович Фамилия Курячий Вообще там вот сайт Я не написал Не внесли А как вы попали? А вы же нашли какой-то Брюшок пропуска И там Меня нашли Где-то Каким-то Хитрый способ Пустили потом Так Значит Напишите еще раз Потому что Вот В этот раз Впускал вас Так Погодите Вам должны были найти Разовый пропуск Такой же Как Михаилу И еще там Кое-кому В этот раз Вы не в списке А в таком специальном Разовом пропуске У вас должен быть Некий На нас бумажка Вот ее Небось и нашли Значит Все пожалуйста Кто проходит по пропускам Я это еще в рассылку кину Паспортные данные Пришлите Мы будем делать вам Длинный пропуск С фотографией Вот И фотографии соответственно Слушайте Там вот есть список рассылки Или давайте так Я в следующем Я кину это в ссылку Список А завтра А в следующий раз Я вам скажу Вот А я еще напишу На сайте На сайте прямо лекции Там в принципе Есть алгоритм Я просто Закомментировал Я его раскомментирую Вот Прямо вот На титульной странице Нашего курса Спасибо Я еще преподаю В вечерней математической школе Занимаюсь детишками В этом году Си Начальный класс И я веду Основная моя нагрузка За бесплатно Правда Я веду Базовый курс Алгоритмолгоритмические языки В этом семестре В Севастополе По дистанционной Я сижу перед телевизором С той стороны сидят детки Перед телевизором Мы с ними работаем Потом у нас такой же примерно В компьютерном классе Вот И следующий семестр Будет Это второй семестр Там же в Севастополе Это будет Архитура ИВМ языка Сэмбер Вот Пока мне хватает Это и так 12 часов Нагрузки в неделю Это знак того Что данная программа Имеет Текстовый интерфейс Чтобы потом Можно было Все это сляпать В оболочку То есть оболочка Мы можем этим пользоваться Использовать текстовый интерфейс Пожалуйста Да Ивич Мэджик Он называется Да И это большая программа По обработке Растерой графики Вот Которая умеет Абсолютно все Что можно И даже то Что нельзя вообразить При обработке Растерой графики Более того Я сейчас Однозвание не скажу Есть Австралийский проект Который Пользуются Все астрономы Да Да Есть какой-то сумасшедший Австралийский астроном Который написал 500 скриптов На ИМИдж Мэджике Для обработки изображений Вот Под несвободной лицензии Тысяч можно использовать Нельзя распространять Надо только у него брать Вот Но тем не менее Я с ним переписывался Я хотел включить Скрипты в дистрибутив Он сказал А зачем Я говорю Хорошо мужик Ладно Попытка не пытка Команды Это вот они и есть Да Да Я ушел Там Вот собственно Команды ушел Их там буквально Штук там 10 Да ЦД какой-нибудь У самого Шелла с теми Текущую директорию Понятно что нельзя Для этого команды Вызвать Просто некоторые Команды Шелла Да Ну это специально так В основном конечно Они все утилит Так братцы Я побежал У меня дома вообще девочки У меня супруга в Париже Нет Она уже наверное Летит домой Мой